Юлия, здравствуйте, рад вас видеть. И ваших котиков. Здравствуйте. Итак, пропагандиста Долбова, который взял интервью в большое часовое военного преступника Пригожина, «Уволили на следующее же утро». Он сказал, что все это произошло после того, как в редакцию проекта, в котором он работал, позвонили, цитирую, «сверху». Там много аспектов, на самом деле, в этом интервью, на которых я хотел бы сегодня остановиться подробнее, но вот как вы считаете, что могло стать основной вот той причиной, из-за которой сверху могли позвонить? Нет, нет, во-первых, я сразу, я, правда, сейчас не воспроизведу, где я это видела, потому что я очень удивилась, что его уволили, но, насколько я понимаю, потому что он работает в Пригожинских СМИ, как же его уволили после этого из Пригожинских СМИ. Насколько я понимаю, его уволили из одного из проектов, в которых он работает, который, кажется, называется «Телега онлайн», и у него 400 подписчиков. Так что, значит, это, конечно, страшное увольнение, не знаю, как мир информации переживет такую утрату. Хорошо, давайте сосредоточимся на конкретных аспектах. Вот, значит, одно из самых главных, это Пригожин подтвердил, что частная военная компания «Вагнер» выходит из Бахмута, закончит свой исход, она должна 1 июня. Забавно, что на вопрос от пропагандиста, готовы ли позиции, готовы ли силы Министерства обороны и оккупантов принять ваши позиции, он не ответил обозначенно «да» или «нет». Сказал, мол, ну как это, они могут быть не готовы, если они не готовы, значит, им следовало бы застрелиться, то есть руководителям, оккупантам. Но конкретно на вопрос, дали ли добро Пригожину на вывод своих наемников из Бахмута, не последовало. Для начала, как вы считаете, вот уже сегодня появлялись видео, где Пригожин снимает, как его наемники выходят из города. Действительно ли вот так просто дадут повару Путина уйти, бросив все на произвол и на плечи хрупкие оккупантов из рядов Минобороны? Ну, во-первых, там, насколько я понимаю, вернее, как говорит Роман Светан, там такое условное Минобороны, потому что там ДНРцы занимают эти позиции. А во-вторых, Алексей, просто я снимаю шляп, потому что вы забили абсолютно самый пришлой вопрос. Потому что весь танец с саблями, весь цирк с конями, который устроил Пригожин, он сводится к одному фундаментальному вопросу. Дадут ли ему уйти из Бахмута раньше, чем его займут украинские войска, и, соответственно, после этого кричать. Вот мы Бахмут заняли, а предатели вот эти, которые попками трясут, как у него так, Шойгу, в основном Шойгу, и взять его. Вот они это дело потеряли. Потому что вот за этим блестящим веером тепловых ловушек, которые она стреливает и рассказывает, поздно знает о чем, скрывается абсолютно прагматичное, которое вот абсолютно точно вычленили, настроение полководца. Дадут ему уйти из Бахмута или нет? И заметим действительно, что мы все это время не слышали официального ответа на этот вопрос. Мы не слышали даже официального подтверждения от Пригожина. Зато мы увидели, что Пригожин, как обещал, выводит свои войска 25 мая из Бахмута. А там что значит? Там хоть полы не расти. Так что кто смел, тот и съел. Вот мне кажется, и тот факт, что ему не запрещают и не позволяют, происходит явочным порядком, заставляет себя спросить, а что еще сейчас в России может произойти явочным порядком? Из совершенно другой области, например, вы заметили, что Третьяковка сказала, что она не отдаст... Кажется, Третьяковка, если я не ошибаюсь, что она не отдаст троицу Рублеву. Да-да-да, я видел эту новость, да. Вот, это же тоже, знаете, явочно... Как? Путин распорядился передать. И я слышу для него... Это такая большая история, потому что вот тут с какой-то иконой на вертолете обретали российские позиции, и, видимо, чтобы сохранить их от дронов, очень хорошо помогают иконы от дронов, написанные еще в чьих миниях XVI века. Вот, и, соответственно, для Путина это же абсолютно стратегическая вещь. Я там не знаю, как насчет черных собак, которых приносили в жертву, как говорит профессор Соловей, но что с троицей у него большие надежды, связанные почти такие же, как с посейдонами Бурелесниками, это совершенно точно. И тут вдруг какие-то эти самые искусствоведы, что фирки в штатском, и говорят, «А мы эту систему вооружения для защиты Владимира Владимировича не отдадим». Как считаете, сильно расстроятся по этому поводу Путина? Смогут ли надавить на третяковку? Я жутко извиняюсь, я просто могу перепутать, но, по-моему, это сейчас третяковка. Мне стыдно, что я не помню, где именно хранится икона. Ну, просто поэтому лучше сразу предупредить, чем потом перепутать, а будут писать возмущенные комменты. Но, по-моему, все-таки третяковка. На третяковку, то, понимаете, может, и надавят. А вот как надавить на приговор? Он сам на кого хочешь надавит. Тут ходят какие-то слухи, что каким-то губернаторам, которые что-то отказываются хранить, приходят, значит, регистрируют их имена. А, представляете, потом еще будут приходить к бизнесам, будут приходить к олигархам, которые не жертвуют на оборону Отечества. Я вам более того скажу. Вот уже головорезы Пригожина прямым текстом, снимая видео, угрожают групповым изнасилованием депутату Государственной Думы прямо на Красной площади, который сказал, что нельзя переходить из рядов Минобороны в ряды ЧВК «Вагнер». Не стесняясь абсолютно, звучат такие угрозы. И вот то, что гопникам с автоматами дали такие полномочия, в перспективе может сидеть к страшным вещам, привести в середине России даже. Особенно, если их еще и выпустят из Бахмута. Помним, что, во-первых, их выпустят из Бахмута. В любом случае, большая их часть уже, насколько я понимаю, где-то в Горловке. Еще до всяких объявлений Пригожина. Собственно, все объявление, что Бахмут взят, это было просто предикат сложно сочиненного предложения. А теперь, поэтому я оттуда ухожу. Поэтому, собственно, первую часть можно, опять же, закрестить и смотреть только на вторую. Но вот если поставить, смотреть, какие цели преследует Пригожин, то цель, конечно, номер один. Мы только что обсудили. Вывести войска из Бахмута, сохранить те военные силы, которые являются и способом преумножения его влияния, единственной гарантией его сохранения. А вторая, конечно, вещь – это перенести войну внутрь России. В том смысле, что, понимаете, любая военная сила особенно нерегулярная. Она имеет тенденцию воевать там, где проще. Вот вода течет там, где вниз, а наемники воевают там, где проще. И поскольку выяснилось, что против ВСУ воевать нелегко, то, согласитесь, против олигархов России воевать совершенно точно гораздо проще. А количество бабла, которое при этом может быть отжато, ну, оно значительно превышается, что там солидар, какие-то соляные копии, еще чего-то. Ну, просто все от алюминия достали. И это вот сейчас все эти люди, по крайней мере, Пригожинам говорят, можно разделить теоретически, потому что, в принципе, мы видим, Путина не получилось снаружи, но у Путина до сих пор всегда все получалось внутри. Так и не побегут ли эти олигархи к Путину жаловаться? Насколько я понимаю, во-первых, уже побежали, а во-вторых, тут же третий вопрос, вот самый интересный, вот кому этот месседж Пригожина адресован? Вот так общились спич. Потому что, мне кажется, он адресован очень интересно. Он, с одной стороны, вполне верноподданически адресован Путина. У него такой очень, на самом деле, очень искусственный, очень двоякий месседж. А тот месседж, который адресуется Путину, гласит, что вот смотри, царь-батюшка, я единственный эффективный военный менеджер, в отличие от Шойгу и так далее, и поэтому ты должен нанять именно меня. А с другой стороны, именно поэтому Пригожин, один раз помяну про счастливого дедушку, больше, значит, красных границ не переходит. А с другой стороны, конечно, вот все то, что он говорит, уже адресовано непосредственно через голову Путина народу. И я бы сказала, что это такая ниша, ну вот, гиперпатриотического наводства, я тоже буду ругать коррупцию. Ну, правда, не называя, вот типа мы... В общем, короче говоря, ребята, дайте мне все поделить, и тогда все будет хорошо. Собственно, именно эту картину мы наблюдали в 1917 году, когда матросики побежали с фронта, потому что воевать они больше не хотели, но вдруг оказалось, что внутри России воевать гораздо легче. И вот мы видим, что Пригожин, понимая, что этот процесс нельзя остановить, судя по всему, ну, он человек действительно стратегически мыслящий, пытается его возглавить. И, соответственно, вот быть таким одновременно Бисмарком и Владимиром Ильичем, Лениным в одном флаконе. Я с вами абсолютно согласен, что месседж и самому Путину очень был четкий. И вот, кстати, даже через всю эту историю с описанием жизни родственников Шойгу, вот, да, для наших зрителей, кто, возможно, не полностью смотрел, процитирую, да, вот, он говорит, затронул Пригожин тему о зяте Шойгу, говорит, цитата, «Голубизна – это у них, мол, семейное дело, но пока зять булками трясет в Эмиратах, настоящие мужики воюют». И вот это может быть конец цитаты. Одна из причин того, что, как говорит Пригожин, может чуть ли не 1917 год повториться, цитата, «будет варфоломеевская ночь, встанут солдаты, потом их близкие, поднимут всех на вилы». И понимаешь, что на самом деле так, вот он обращается к Путину, мол, смотри, куда тебя твое окружение может привести, а привести он у тебя может именно к перевороту. Ну, а так как Путин постоянно в каждом, чуть ли не, ну, давайте не в каждом, но регулярно в своих обращениях вспоминает там тот же Майдан постоянно, да, в Украине, который проходил, вспоминает цветные революции в других странах, мы понимаем, что как раз, ну, есть определенный страх у Путина, как раз вот, что нечто подобное может произойти у него в стране. И вот этот месседж от Пригожина, эти люди доведут тебя до Майдана в России, он четко прослеживается. Как вы считаете, вот действительно может это сработать, насколько Путин боится вот такого сценария, как в Украине, на которую, на эту болевую точку, растагдавит Пригожин? Знаете, вот тут я должна почтению шуруповлику разочаровать, потому что Путин получает, услышит то, что докладывают ему в папочках. И у меня есть сильное подозрение, что в отличие от нас с вами, он Пригожина по телеграмму не смотрит. А докладывает ему в папочках как раз Шойгу. А Шойгу докладывает в папочке, что Пригожин взял 100 тысяч человек и потратил бездарно. И ну да, Бахмут взял, но во-первых, Шойгу докладывает, что Бахмут взяли в ДВшники, а во-вторых, Шойгу и тоже совершенно справедливо в рамках Жабагадюбинга докладывает, что Пригожин потратил там энное количество людей, если такими темпами брать, если такими темпами брать дальше в Украину, то через еще 2 миллиона, а через еще 10 лет можно будет дойти до границы Донецкой и Луганской области. Соответственно, поскольку мы можем судить, кто сейчас аппарат-то более силен, по одной простой вещи. Дают Пригожину зэков или не дают? Ответ – не дают. Значит, работает та папочка, которую кладет Шойгу, а не та папочка, которую кладут союзники Пригожина. Мне сложно сказать там наскоков нет песков, потому что там какая-то странная история с сыном. Я ее читаю как то, что они о чем-то договорились. В общем, короче говоря, очень может быть, что все эти атакования Пригожина в той части, в которой они обращены к Путину, пропадают в Туне. Но я бы особенно хотела отметить, что когда Пригожин говорит насчет вилл, то это, конечно, он имеет в виду не Майдан, потому что Майдан обошелся без вилл. Если я правильно помню, там как-то даже магазины вокруг были не разбиты. что как раз, например, отличало Майдан от, скажем, от истории с бронзовым солдатом, когда соответствующее население Эстонии, услышав, что бронзового солдата переносят по российскому телевидению и услышав, что из-за этого в Таллине большие беспорядки, то есть это был такой уникальный способ организации беспорядков, когда соответствующие люди просто услышали по телевизору, что оказывается, они уже участвуют в беспорядке. Ну что, они пошли и поучаствовали. Так вот, они тогда вынесли все, что там было по части витрин, по соседству, даже вынесли и разграбили, за исключением книжного магазина. То есть они его тоже вынесли, но содержимое их не заинтересовало. То есть витрина пала, все остальное осталось на месте. Так вот, если учитывать контингент вагнеровцев, то, согласитесь, там белыми пахнет гораздо больше, чем Майданом. Однозначно. Юлия, ну опять-таки, а для кого тогда дает Пригожин вот эти часовые интервью, если, ну, по вашим словам, они все равно до Путина не доходят? Я думаю, он ведь тоже это понимает? Нет, во-первых, видимо, у него не осталось других каналов связи с Путиным. Это очень важно. Потому что, ну, российская бюрократия устроена так, что если ты имеешь связь с начальником, то ты говоришь непосредственно начальникам. А если по какой-то причине тебя от начальника отлучают? Вот была известная история с генералом Черкесовым, Виктором Черкесовым, который, значит, написал много-много лет назад в «Коммерсальте» большую статью о чекистском хлюке, на котором висит Россия, я не шучу. Он прямо так и написал. Но он имел в виду, что... Ну, в общем, конечно, он не точно несколько выразился. То есть, вернее, он выразился слишком точно, но он не это имел в виду, в связи с чем он выразился непочно. Так вот, он как раз это опубликовал после того, как у него был арестован его подчиненный, генерал Бульбов, и, соответственно, самого Черкесова не пускали в этот момент к Путину. То есть вот он не мог снять трубку, поэтому ему пришлось кричаться, чтобы хоть как-то докричался. Причем интересно, что при этом Черкесов Бульбова не отстаивал. Это к вопросу об чекистской солидарности. Так вот, соответственно, вот из этих громких обращений Путин же вообще очень не любит громких обращений. Да, тем более такие, которые, ну, абсолютно подрывают авторитет, идут в разнос, нарушают иерархию и всякое такое прочее. Вообще, я обращу ваше внимание на то, что вот в течение... Одна из самых страшных черт путинской диктатуры, которая, кстати, сделала ее такой смертельной, заключается в том, что в течение 20 буквально лет, больше 23 лет, Путин приучал население к России, что никаких методов обратной связи с властью нет вообще. И более того, любая попытка воздействовать на власть приведет к тому, что он, Путин, не прогнется. Это абсолютно резко отличает... Здесь мы теоретическую вещь проговорим, но на самом деле очень важную, потому что мы просто опишем ключевую часть, как функционирует режим. Дело в том, что не надо быть демократическим государством, чтобы иметь какие-то механизмы обратной связи. Вот, например, китайская компартия имеет очень сильные механизмы обратной связи. В частности, я не знаю, знаете ли вы, но вот огромное количество в Китае происходит различных внущений, особенно в сельской местности, если кто-то хочет чего-то там купить, застроить местное село против, они выходят на улицы, они тогда там даже захватывают заложники полицейских. И самое смешное, что им за это ничего не бывает. Если они попросят, выдвинут политические требования, то, конечно, да. А вот такие вот локальные протесты китайской бюрократии считаются просто там в рамках двухтысячелетней бюрократической культуры. Если народ жалуется, значит, надо прислушаться к этой жалове. Это просто вот действительно конфуцианская западность. А у китайской компартии есть, например, такая штука, как агентство Синьхуа, и не все знают, как оно функционирует. А агентство Синьхуа, доложу я вам, оно, конечно, очень важно как информационное агентство, но еще более важно, что человек, который возглавляет Синьхуа в данной провинции, является на самом деле вторым человеком в провинции, и он все доносит не в том смысле, как доносит там службу безопасности, а он пишет внутренние отчеты, да, что случилось, что важное случилось, кто не так себя повел, кто, по слухам, что-то украл, кто за любовницу завел. То есть там есть несколько гигантских механизмов обратной связи, которые, конечно, при Си Цзиньпине стали ослабевать. И, собственно, в этом сейчас главная будущая проблема Китая. Так вот, Путин все эти механизмы обратной связи, любые, выключал совершенно намеренно. Ну, самый, там, я даже не говорю там об отмене выборов, об отмене выборов мэров городов и так далее, и так далее. Вот самый фантастический пример. Много лет назад это было, я уже не помню, в каком году, кажется, в 2003, но это был громкий пример, но могу перепутать год. Карачаево-Черкесия. Там зять президента Али Бадыева, президента Бадыева, звали взять Али Каитов. Посреди города в своем дворе застрелил семерых человек, которые приехали к нему выяснить отношения. Но, надо сказать, что застрелены тоже как бы были не... Ну, в общем, они немногим отличались от Али Каитова, за исключением того, что все-таки он был зятем президента, а они нет. Соответственно, а, причем они там, они не вынимали оружие. Их, насколько я понимаю, их пригласили во двор, хотя они были люди авторитетные, и там просто тупо и перестреляли, может быть, вероятно, по пьяни. В общем, очереди слышал весь город. А как я сказала, поскольку Карачаево-Черкесия это кланы и люди это были известные, я даже не хочу сказать авторитетные, может быть, я даже лишнее сказала, то, соответственно, народ, в том числе возбужденный известными людьми, собрался и товарищ президент бежал из своего кабинета. Народ вперся в администрацию президента. Соответственно, вопрос, как вы думаете, президента, который развел такого зяца и стрельбу посреди ночного города, уволили или нет? Я, честно, этой истории, говоря, не знаю, но, судя по вашему рассказу, складывается впечатление, что как будто да. Нет, Алексей, в том-то и дело. Нельзя прогибаться перед народом. Нельзя включаться в обратную связь. А если народ вперся в администрацию, в дворец президента или что-то было, и президент скакал из окошка, то президента надо обязательно оставить на месте, ну, его там уволили, я не помню, еще за полтора или два года, как-то так, чтобы показать народу, кто он есть. И это была абсолютно стандартная история. Как только в России человек начинал жаловаться публично, например, у него жрали бизнес. Он начинал жаловаться публично. Вот если я много таких историй своими глазами наблюдала, в том числе у меня есть несколько очень близких, хороших друзей, в которых жрали бизнес, я им говорила, давайте я об этом расскажу. Они говорили, нет, тогда мы это абсолютно не сможем решить. Вот у нас там жрет бизнес, допустим, Михаил Юрьевич Лесин. Чисто бизнес, никакой политики. Если об этом рассказывается, если это становится публично, нам становится гораздо сложнее защищаться, потому что тот, кто живет, приходит к президенту и говорит, эти сволочи жалуются. То есть, подводя итог, вы хотите сказать, что все эти попытки Путина, Поря Горжин, достучаться до Путина через вот такие вот интервью, не сработают. Нет, я этого не хочу сказать, потому что дело в том, что Пригожин-то, в отличие от интервью, у него же еще и штыки есть, это совсем другая история. Если у тебя сейчас на армии, то как-то вот достучаться, я подозреваю, легче даже до Путина. Я о другом. А что в рамках той культуры, которую Путин насадил, и которая публичные обращения к президенту, тем более публичную критику, чего бы то ни было, не то что президента, а вот любых его чиновников, она, ну, как бы была, ну, просто это самое главное государственное преступление. Поэтому, если не считать вот этого фактора частной армии, то просто с точки зрения того, как организована система управления Россией, Путина нарушает абсолютно все правила. И, собственно, это делает его такой яркой фигурой, потому что, ну, кто в современной России может себе позволить сказать, ну, еще Стрелков говорит, все то, что говорит Пригожин, и не получить прямой иностранного агента. И самое главное, да, это нарушение бюрократических правил игры. И вот это, собственно, самая опасная часть истории, которую построил Путин, потому что Путин построил систему, которая была абсолютно окаменелая, которая не реагирует на какие-то внешние раздражители. Наоборот, любой внешний раздражитель немедленно объявляет врагом народа. А, соответственно, все это очень хорошо, пока ты не находишься в кризисных условиях, такая система окажется устойчивой. И она элиминирует просто поддержку любой оппозиции, потому что, ну, скажем, любой бизнесмен понимает, что если он будет поддерживать хоть какую-то оппозицию, и он прилетит в лодку просто за то, что, значит, эта оппозиция громко говорит, а как-то смешно. Как только наступают кризисные времена, такая система оказывается, мягко говоря, неспособной к реформу. И мы наблюдаем очень интересную, это, кстати, Абаз Галямов сказал вещь, что если вы задавливаете оппозицию снаружи системы, то у вас вот просто на глазах возникает причем абсолютно неконтролируемая и неуправляемая оппозиция. Даже если Пригожин говорит при этом славу Владимиру Владимировичу, это как раз ничего не значит. Это очень старый способ. Ну, вот, например, в свое время Сёгуна так управляли японскими императорами, и японский император ничего не делал, и Сёгун говорил, да я все во славу императора, да я все во славу императора. То есть вот по составленному сегодня Пригожин явно претендует уже на то, чтобы быть Сёгуном при, соответственно, бессильном Микаде по имени Путин, или, если воспользоваться китайскими аналогиями, всесильным ременщиком Цао Цао при соответствующем бессильном императоре. Ну, вот, как показывают последние социологические исследования социологического Russian Field, на которое, кстати, часто ссылаются и российские оппозиционные СМИ, Пригожин стал самым популярным кандидатом в президенты после Путина, обогнав даже Навального. Вот, может ли Пригожин действительно стать реальной оппозицией Путину или лишь системным? Нет, в том-то и дело, что он на наших глазах, это вот самое главное, то, что я, может быть, не очень точно выразила, увлекшись Цао Цао и прочее. Самое главное, что на наших глазах происходит, возникновение абсолютно мощной вне системной оппозиционной силы, ровно потому, что этот человек может себе позволить быть оппозиционером, потому что у него есть группа Вагнера. А кто смел, тот и съел. И вот в этой абсолютно окостенявшей бюрократической структуре, которая боится что-то сделать и даже боится доложить Путину, он просто действительно срывает в результате все аплодисменты. Но, значит, два замечания. Во-первых, по поводу этих опросов я бы немножко с осторожностью к ним относилась, потому что, насколько я понимаю, Пригожин сам еще не ведет президентскую кампанию, хотя совершенно очевидно, что этим дело кончится. И, собственно, это будет не президентская кампания, это кампания на роль будущего российского диктатора, совершенно очевидно. Какой там нафиг президент? Вот. Посмотрите на Пригожина. Где Пригожина, где выборы. Так вот, значит, потому что дело в том, что, насколько я понимаю, очень много врагов Пригожина сейчас проводит такие опросы, и даже от его лица публикуют что-то, чтобы это было файлстартом. Потому что, конечно, для Путина это красная тряпка. Вот. Но почему Пригожин действительно может быть популярен, это, да, это очень понятно. Вот в той ситуации, в которой находится, вот в той ситуации, в которой находится болото, особенно, там, смотрите, да, есть, есть зетники, и Пригожин совершенно точно собирается позиционировать себя как лидер этих турбопатриотов. Он и не какой-то Стрелков, поэтому он и на Стрелкова прыгал, в том числе, это теперь очевидно. Другое дело, что какое-то время казалось, что он это делает по согласованию с Путиным, а теперь, нет, это как бы так, так, так не играет, особенно счастливый дедушка. Второе, никого так не любит болото, как, значит, что-то такое решительное. Соответственно, вот, на этом в свое время Адольф Гитлер играл. Ну, и остаются те 20-30 россиян, которые категорически против войны и там этого безумия и значительное, и это, ну, 20-30, они даже в выборах погоды не делают, тем более, что они не делают, они безоружны, но самый существенный фактор, это, конечно, элита, которая, я думаю, она и против Путина, ты сейчас против, и такой тот самый Путин на стероидах под названием Пригожин точно совершенно не нужен. Другой вопрос, что сможет сделать элита? Вернее, что сможет сделать правящая бюрократия? Я бы сказала так, не правящая бюрократия, потому что правит честный Путин, а она там где-то на подхвате подсоечивается. Та самая бюрократия, против которой Пригожин предлагал развернуть пушки, не в сторону украинских военных, а в сторону как раз российской бюрократии, вы и они. Да-да-да, вот, понимаете, ее положению это, собственно, непосредственно угрожает, потому что, ну как это, вот человек, эта помесь Бисмарка с Лениным прямо обещает 17-й год. И даже пьяная матрасня у него уже имеется. Вот, кстати, вы про Бисмарка, а я почему-то сразу вспомнил недавнешнее мероприятие, на котором Путин вручал награды учителям, чьи ученики погибли, участвуя в специальной военной операции. Видели это мероприятие? Я видела отрывок, там была впечатляющая, да, конечно, с прической какой-то на голове, стиле Валентина Матвиенко. Да, именно так, мы с вами говорим об одном и том же человеке, это директор одной из волгоградских школ, и она вот, значит, рассказывала, что в составе оккупационных войск уже погибли пять ее учеников, и она очень не гордится. Не-не-не-не, а стоп-стоп-стоп, Алексей, цитируйте точно, она же не говорила оккупационные войска, она же говорила воинов добра и света, ну, типа. Да, и она очень ими гордится и будет продолжать свою педагогическую деятельность, ну, как бы в контексте того, чтобы воспитывать таких вот, значит, людей, которые будут потом погибать на украинской земле. Знаете, вот у Ремарка на Западном фронте беспременно у них там был классный руководитель главных героев, который так поддерживал войну и, в общем, агитировал их. Он был значительно более приличный человек, судя по описанию Эрика Марии и Ремарка, тем более, что он в конечном итоге сам, если вы помните, по книжке попал на фронт, и вот эти вот ребята, которые, которые были соблазненно записаться в добровольца, они потом его на фронте в учебке довольно сильно мучили. Но одновременно описывает свою Эрика Мария и Ремарка, что этот человек там заставлял их цитировать Аристотеля, Платона, Биоте, Шиллера, что там какие-то латинские фразы из Титоливия, что-то мне подсказывает, что эта дама не читала Титоливия и не читала Аристотеля. Кого она заставляет цитировать учеников, как думаете? Да, я не знаю, кого она заставляет цитировать учеников кроме Вадима Владимировича Путина, но я вот, понимаете, тот чувак, которого описывает Эрих Мария и Ремарк, вот если по сравнению с ней, кстати, это был действительно педагог, который, ну, слушайте, вот когда происходила та Первая мировая война, тогда действительно было всеобщее помешательство в Европе, и тогда тогда эти эти самые педагоги, которые раньше вбивали в голову детей латыни и математику, они искренне во все это верили, и тогда нации ненавидели друг друга, и тогда, кстати, я процитирую другую книжку, которую я очень люблю, это, кстати, тоже немецкая книжка, если наши слушатели ее не знают, я очень сильно рекомендую почитать, и будет очень интересно, хотя она есть только на английском. Рихард Крепс, он же Ян Валтин, это молодой парень, который стал агентом Коминтерна, фактически агентом НКВД, в таком, очень высокопоставленном, он много чего делал, в таком виде угодил в гестапо, из гестапо сделал вид, что он завербовался в фашисты и сумел сбежать, конечно, на итоге он сбежал в Америку, написал книжку, в которой очень ярко описал и Коминтерн, и гестапо изнутри, ну, в основном Коминтерн, потому что он там гораздо больше провел, но дело в том, что этот молодой человек, который был, конечно, безумно талантлив, он происходил из достаточно бедной семьи, и его отец тоже еще в 2014 году участвовал, там он чуть ли не захватывал немецкий крейсер, что-то в этом роде, или немецкий торговый, ну, в общем, короче говоря, они были против войны всей семьей, еще папа, и еще папа был чуть ли не коммунист. Это не мешало вот этому нашему молодому человеку, он в этом времени жил в Италии, его яблоками, огрызками закидывали итальянские мальчишки, ну, потому что он был немец. Никто не спрашивал, естественно, у тебя папа против войны, ты против войны, или за, потому что, ну, это была Первая мировая. Это вообще во время войны, как мы знаем, случается, не будем дальше рассуждать на это. Друзья, напишите в комментариях, пожалуйста, ваши впечатления об интервью Пригожина, какие основные месседжи вы заметили, будет любопытно обсудить их с нашими гостями в дальнейшем, ну, и если не сделали это вначале, обязательно поставьте лайк этой беседе, как видите, у нас сегодня интересная тема, будем сейчас продолжать подводить итоги недели, которая уходит. Конечно же, вот в контексте оппозиции я сразу вспомнил об учебном, очень значимом событии, это, конечно же, прорыв в Белгородской области. Для начала, перед тем, как будем сейчас вспоминать, что там происходило и какие-то последствия этого всего обсуждать, вот люди, которые воюют сейчас на стороне Украины, которые входят в эти подразделения вроде русского добровольческого корпуса, вот у них тоже есть оружие, они могут быть оппозицией Путина, реально? Ну, вы задали самый печальный и самый непростой вопрос, потому что, смотрите, есть тот фактор, о котором мы рассуждали только что. К русскому добровольческому корпусу мы перейдем чуть потом, а мы сразу возьмем БК Зарага. Есть тот фактор, о котором мы только что сказали, что когда воюют две нации, причем это там, тем более, когда воюют демократия, стиранией, то Украина воспринимает эту войну, ну, как, тем более, что Путин сказал, это типа вот мой русский мир. Ах, русский мир, значит, мы воюем с русскими. Ах, мы воюем с русскими, значит, ну, как же давать в руки русским оружие? Они же типа все плохие. И это та история, которую сделал Путин, причем специально, с моей точки зрения. Да, вот он специально позиционировал эту войну, естественно, не как войну тирании против демократии, то есть себя против демократического государства, а как войну русских, которых он, так сказать, представляет, против украинцев. И специально разжигал национальную ненависть, и вы знаете, ненависть – это такое чувство, которое редко не остается взаимым. А, причем он это делал не просто словами, да, это не какая-то Семанян делала или Соловьев по телевизору, он с этой целью устраивал бучу, с этой целью устраивал фильтрационное лагеря. Есть два способа вести войну. Способ первый, когда рыцарская война, когда вы уважаете противника. Кстати, обратите внимание, что парадоксальным образом именно, вот как раз так воюют аристократы, и так воюют профессиональные армии. И обратите внимание, что парадоксальным образом сейчас Пригожин, которого мы тут помянули в 33 раза и поперек, хотя он на деле совершенно этого не делает, потому что мы знаем его распоряжение расстреливать украинских пленных, и так далее, и так далее. А он сейчас вдруг на словах стал говорить, что какая сильная Украина, как она шикарно воюет. То есть вот это в принципе, да, вот, если бы, извините, там, с... Сейчас я совершенно точно сформулирую. Мы таких слов от российских пропагандистов вначале не слыхали. Но у нас, кстати, мысли хорошие, значит, там... Да, и уважают его как врага. Да. Это, как бы, это, я, кстати, думаю, что Пригожин вот отрефлексировал этот момент. Вот слова заложного, это очень точные слова, потому что профессиональные военные, они лучше переоценят противника, чем недооценят его. А вот делать, как делают вагнеровцы, перерезать горло пленным, это, ну, помимо всего прочего, да, помимо того, что это там преступление и всякое остальное, это вот точно не почерк профессиональных военных, это как раз почерк пьяной матрасиной, это почерк гопников и дорвавшихся уголовников, которые безнаказны. И, собственно, вот есть вот такая вот аристократическая война, рыцарская, феодальная, возможность, которая с самого начала была отрезана Путиным, и есть война, когда ты противника всячески унижаешь и там говоришь, что там случилось, он нацист, то сё, боевые комары, наймите Запады и так далее, и так далее. А, соответственно, то, что делали русские войска, то, что говорил Путин, то, что говорили его пропагандисты, как я только что сказала, в таких случаях не может не остаться взаимным. Только что приводила пример Крепса, которого забрасывали итальянские мальчишки камнями. И, соответственно, одна из главных, мне кажется, задач этого Путина была как раз сделать так, чтобы российские солдаты не сдавались особенно массово в плен, и чтобы из них не вербовали подразделения, которые потом обратят штыки против самого Путина, со словами, а это не война России против Украины, это война тирана против демократии, и мы хотим сражаться на стороне демократии. Плюс, конечно, я думаю, что там была еще техническая проблема, которая заключалась в том, что опасно было, учитывая, что изначально Путин засылал большое количество спящих агентов в Киев, чтобы брать его изнутри, ну, представим себе, что ВСУ там в феврале объявило набор русского корпуса, и можно себе представить себе, сколько, значит, туда бы вот таких же агентов и приехало. И я думаю, что все испугались, сказать, так, 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 давайте. А сейчас я обращаю внимание, что для того, о чем я говорю, сложились условия. А вот действительно набирать, если украинское наступление будет успешно, если российские солдаты будут сдаваться в плен, то возможность сделать из них русский добровольческий корпус уже не в количестве сколько там сотен человек, а нескольких тысяч, нескольких десятков тысяч, она может абсолютно стратегически изменить все поле Була. Что же касается самого РТК, да, и тем более там вот этого вот батальона свободы, да, там просто более сложная история, потому что, во-первых, это люди, которые воевали с 14-го года. Насколько я понимаю, совершенно точно русский добровольческий корпус существует. Вот он, да, они воевали с 14-го года. Но там другая проблема, потому что, извините, из песни слова не выкинешь. Значит, просто все будем по порядку. Извините, если кому-то покажется обидно. Поэтому я даже буду не сама. Дело в том, что напоминаю, что в 14-м году Путин, он ужасно испугался российских правов, как это получилось. И он начал, соответственно, очень многих из них арестовывать. При том, что до этого правое движение было очень сильно пронизано агентами Кремля. Там еще какие-то очень странные люди водились. И очень много крайне правых российских националистов, вплоть до нацистов, они убежали в Украину. Ну, парни, они были боевые, они были готовы воевать. И, соответственно, вот в РДК очень много таких фигур, которых вовсе не российская пропаганда. Вот мой любимый Арик Толлер из Беленкет. Да, начал просто писать. Я просто даже процитирую. Но, в общем, короче говоря, он говорит так. А вот этот нацист, вот этот нацист. Вот, значит, вот Russian immigrant «Нази скачков». Да, вот он пишет Арик Толлер. А, нет, это он ретвитит. Да, что, в общем, короче говоря, ну, это люди с крайне странными взглядами, по крайней мере, по состоянию на 2014 год. И это понятно, да, я вам рассказала, почему они убежали из России. Понятно, почему с ними готовы было работать СБУ или город Толлер там с ним не работал, потому что, ну, как бы они люди, ну, в значительной степени тут же, скажем так, люди с крайней правой идеологией, они действительно охотно берут в руки оружие. У них это как-то вот в крови, это близко примыкает, как идеология. Они хорошо сражаются. Мы знаем и в Украине примеры, которые мы, значит, специально не будем называть, чтобы не радовать коридорскую пропаганду. Вот. А иногда они эту идеологию как бы из нее переживают, но тем не менее вот эти люди, там, то, что пишет о них тот же самый Беленкет, ну, извините, мои бестолкушистые волосы встают дыбом. А, соответственно, поскольку эти люди воевали с 2014 года, то на самом деле практически там никаких новых людей и нет, чтобы нам не говорили. И значительная часть других подразделений, они носят несколько фейковый характер. И последнее, что я бы хотела сказать, что, ну, вот, не совсем был понятен размер этого рейда, потому что предыдущий рейд был достаточно комический. Это был там ТикТок. Снялись на Лукейджерского пункта. Вот этот рейд реально был серьезный. Я рекомендую в новой газете прочесть то, что пишет, то, что пишет один из его участников. Меня подкупило то, что он честно сообщает, что, значит, у них с самого начала все пошло не так, что-то не завелось, кто-то куда-то не доехал. Из этого я даже заключила, что там же в пяти километрах от всей этой истории есть ядерное хранилище. Может быть, они на самом деле к нему направлялись. И вот от того, что у них... Это всегда в войне, это святое дело. Если что-то может не завестить, оно не заведется. Закон войны, бутерброд, если может упасть маслом вниз, то он упадет маслом вниз, еще на ребро, еще так покатится, еще в щель закатится. Это происходит в любой сложной системе, но в войне это происходит особенно. Поэтому, соответственно, 150 человек, вот они туда зашли и, обратив внимание, что они не сразу оттуда ушли, не сразу выскочили, а их главная цель, как я понимаю, была следующая. Была сделать так, чтобы Путин вспомнил, что у него помимо Донбасса есть 700 километров, не прикрытой ничем границы с Украиной. Кстати, как я понимаю, там она сравнительно прикрытая была, там даже вот из того, что этот человек рассказал в новой газете Европа, там какие-то зоты были, доты там, какие-то БТРчики были на этом КПП, то есть это там просто цивильный человек на «Жигулях» не въехал. Ну, смотрите, Белгородская область отчитывалась о том, губернатор, что в прошлом году было потрачено 10 миллиардов рублей на то, чтобы установить защитные сооружения, но, видимо, недостаточно этого. Так, это мы не рассматриваем, это вот эти вот знаменитые пирамидки, да, с излучателями, я понимаю, что на них навариваться хорошо, это совсем другое, но вот просто там у КПП действительно что-то было врыто, но, как бы, естественно, не для такой силы, но я обращаю ваше внимание, что они там достаточно долго оставались и поэтому понесли потери. Насколько я понимаю, они понесли потери. Ну, официально это знаю, но то, что они там окапывались и какое-то время находились, да, это так. Они понесли потери, и это говорит о том, что там, в отличие от истории с фотошопом, с фотоопс, с фельдшерским пунктом, они действительно рисковали, потому что на них пролетела вся королевская рать со словами «Ах, мы теперь заработаем на медали». Я думаю, что там просто докладывали каких-то гигантских отраженных атак, но, тем не менее, у всего этого есть чистый технический смысл. Напомнить Путину, что у него есть 700 километров в фоне закрытой границы, и если хотя бы 5 или 10 тысяч солдат, собранных на Донбассе, пойдут закрывать эту границу, то бабосвозу у Кабыря легче. Но я опять же напоминаю, что вот теперь, возможно, будет, там просто теперь сложится, я объяснила, почему они не могли быть раньше, сложится условие для того, чтобы люди, которым предложено воевать из России, чтобы они выполняли, не только чисто тактическую задачу, да, давайте отвлечем войска с Донбасса, значит, но еще и хорошо попиаримся. А если таких людей будет действительно много, то это полное изменение стратегической ситуации. Вот, мне кажется, это ресурс не меньше Ф-16, и в отличие от Ф-16, его очень сложно сделать, мы рассмотрели все риски, да, риски гигантские, но зато вы представьте себе какие плюсы. Однозначно, по поводу медалей сразу я вот специально... Да, я бы просто добавила, потому что на самом деле тут очень еще важно понимать, Украина не будет в безопасности, и Россия не будет в безопасности, а до той покрыт, пока Россия правит Путин. Судя по тому, какие задачи ставит перед собой Запад, он не ставит задачу свержения Путина, он ставит задачу изоляции, потому что он боится, что иначе Путин применит ядерное оружие. В этом смысле задачи Запада и Украины расходятся, ну, не говоря, что там о задачах Запада и России, а в том смысле, что политика Запада с большой вероятностью может привести к балканизации этого региона и превращение его там в непрерывное поле войны, где все, там еще 20 лет воюют с друг другом, ненавидят друг друга, уже просто там экономика в полном дерьме и так далее, но зато все, значит, выясняют отношения, но зато это Запада точно не касается, потому что как бы до него это не долетает. А вот, а, соответственно, украинские войска точно не войдут на территорию России, потому что, а, им это запретяет делать Запад, Б, это крайне, ну, там, Б, понятное дело, что как только вы заходите на территорию России, значит, сразу точно Путин и говорит, о, так я же говорил, что они, значит, захватчики, они идут, значит, поработить боевые комары, надо все дела. Вот, на территории другой страны, на территории своей страны каждая армия становится гораздо сильнее, вот как, знаете, у Месропа Маштоца и в его истории Армении есть такая, есть рассказанная история о том, как там, некий армянский царь, как только он ступал на территорию Армении, он мог говорить только правду. Соответственно, значит, персидский царь, чтобы его обмануть, подсыпал в шатер земли Армении и тот начал говорить правду. Вот на своей земле обретаешь силу. А, соответственно, если украинская армия чисто теоретически вступает на территорию России, то, значит, целороссийская армия начинает воевать совсем по-другому. А вот если там будет стоить действительно воевать русская армия, то, соответственно, задача свержения Путина, она становится просто какой-то прибожим. Там же и все вагнеровцы еще к этому присоединятся. Ну, на этом можно было бы ставить уже на самом деле три точки сегодня. Друзья, ваши мысли хотелось бы услышать в комментариях по поводу того, действительно, как будут развиваться события, какие есть перспективы у тех же русских, которые берут в руки оружие и разворачивают их в сторону непосредственно уже нынешнего путинского режима. А по поводу вот медалей и всей королевской рати, которая свалилась на тех, кто пересеркнувший границу на те же РДК, я просто загуглил для того, чтобы фамилию не перепутать. Прекрасные кадры я видел, как генерал Лапин, вы видели, лично командует зачисткой Белгородской области. Значит, снято там уже не явно. 15-ю человек. Пустая улица какая-то и кричит вас солдатам за Родину, давайте, братцы, типа все, как вот именно такие лозунги Второй мировой безоружный стоит и в пустую улицу направляет, значит, каких-то военных. Он решил посоревноваться с Пригожиным. Я тут точно скажу, что, значит, не генералу Лапину в деле пиара соревноваться с Пригожиным. В общем, друзья, если вы не видели, обязательно найдите потрясающие кадры, посмеетесь от души. Российская журналистка Юлия Латынина сегодня помогала вам разбираться с итогами этой недели. Основные, конечно, уже обсудили. Вы, пожалуйста, напишите о ней в комментариях свои мысли, ну и подпишитесь на YouTube-канал Юлия Латынина и ссылку на ее канал найдете в описании к этому видео. Также Дмитрий Гордон, Олеся Бацман. В гостях у Гордона для того, чтобы ничего не пропустить, ну и лайк этой беседе поставьте. Как минимум, как минимум за то, что Юлия радует нас снова своим вниманием. Спасибо большое, что смотрели. Юлия, спасибо, что находите время. Спасибо. Бо-бо.